Здравствуйте! Обзор пульта-копировщика 2 в 1 для Nero Radio. Пульт является полным аналогом оригинального пульта Nero. Воспроизводит он статичный код на частоте 434-42 МГц. Можно прописать его штатно в приёмнике Nero по принципу прописывания оригинальных пультов. Изначально он выдаёт сигнал, то есть он независимый брелок, со своим индивидуальным серийным номером. А также на него можно выполнить копирование с пульта на пульт. Вне зоны действия автоматики, и такая копия не будет снимать ячейку памяти в приёмном устройстве. Таких копий можно сделать неограниченное количество. Обращаю ваше внимание, что пульт 2 в 1 для Nero Radio версии 1.2 копирует только статичный формат Nero. Говорю об этом, потому что пульты Nero могут работать в двух форматах. То есть они бывают пульты с статическим сигналом, как этот. Так вот слышим щелчок-индикатор, щелчок-реле. То есть вот этот пультик у нас прописан в приёмник уже. Вот, он имеет, значит, он статичный формат воспроизводит. У него тоже вот свой серийник отдельный. Вот эти вот пульты, например, у нас в режиме воспроизведения динамического формата. Вот. Вообще, штатные эти пульты имеют функцию перехода. То есть с помощью нажатия комбинации клавиш можно перевести вот этот вот пульт в динамический формат воспроизведения динамического кода. А также наоборот, можно из динамического в статический обратно его вернуть. Вот. Об этом тоже расскажу в этом видео позднее. Давайте покажу, как выполнить копирование на наш пульт в 1 для Nero Radio. Вот. Для этого нам нужно нажать синхронно кнопки A и D. Нажать и удержать. Видим вспышку индикатора, кнопочки можно отпустить. Затем нажимаем кнопку, которую мы хотим назначить рабочей. И удерживаем её. Также видим вспышку индикатора. Пульт сейчас ждёт приёма сигнала. То есть подносим оригинальный пульт в упор и нажимаем с удержанием рабочую кнопку. Длинная вспышка на пульте 2 в 1 для Nero Radio означает, что сигнал успешно принят. Проверяем. Вот. Теперь приёмник на неё реагирует, срабатывает, слышим щелчок. Вот. Также проверяем на поду анализаторе, что серийный номер изменился. Теперь они одинаковые здесь и здесь. Вот. Каждая кнопочка здесь программируется отдельно. То есть если здесь задействовано несколько кнопок, они тоже так же копируются. Вот. В таком же принципе тоже. Нажимаем AD. Видим короткую вспышку. Кнопочки отпускаем. Потом нажимаем кнопку, которую мы хотим назначить рабочей. И давайте вот ещё одну скопируем. Вот. Длинная вспышка на пульте 2 в 1 для Nero Radio показывает, что сигнал успешно принят. Вот. Но эта кнопка в приёмнике не прописана, поэтому проверяем на поду анализаторе. Вот. Серийник 97D, 097. И здесь так же. Всё. Пульт успешно скопирован. В случае, если к вам пришёл, допустим, клиент, у вас нет ни поду анализатора, и приёмник как бы далеко проверить вы не можете. Значит, если к вам пришёл клиент с пультом в режиме воспроизведения динамического кода. Вот. И вы пытаетесь сделать копию. То есть, так же нажимаете AD. Видите вспышку индикатора. Нажимаете потом кнопку, которую хотите назначить рабочей. И пытаетесь копировать. Всё, в принципе, в таком же принципу. Только при копировании у вас не длинная вспышка индикатора, а лампочка вот так вот начинает быстро моргать. Тем самым она указывает на ошибку. Значит, ошибка при копировании. То есть, динамический код, такой пульт, не будет копировать. Вот. Ну, в принципе, с помощью этого пульта мы также определяем, в каком формате сейчас находится пульт Nero. То есть, такие пульты копируют статику без проблем. И если вы пытаетесь копировать моё динамический код, он его, значит, распознаёт и говорит о том, что нет, мы копировать его не будем. Вот. Ну, давайте покажу, как вообще переводятся оригинальные пульты Nero радио из статичного формата в динамический. Для этого нажимаем первую кнопку, удерживаем её, и с удержанием её нажимаем вторую. Вот. И ждём. Сейчас у нас начинает лампочка моргать с периодичностью один раз в секунду. Это говорит нам о том, что пульт сейчас находится в режиме распространения статического кода. Если мы нажмём на вторую кнопку, значит, ещё раз, он опять нам будет показывать состояние. И вот пока он показывает нам это состояние, периодичность лампочки, одну секунду, один раз в секунду, мы нажимаем кнопку ещё раз. И теперь у нас лампочка моргает два раза в секунду. Вот. Можно отпустить кнопки и проверить. То есть, вот сейчас, видите, подуанализатор нам показывает, что пульт воспроизводит динамический код. Вот. Таким же образом делается... Можно вернуть его обратно в статический. Тоже так же удерживаем первую кнопку. Одновременно с ней удерживаем. Нажимаем вторую кнопку. Ждём реакции. То есть, вот сейчас он два раза в секунду моргает, указывая на состояние. Вот. Мы нажимаем ещё раз кнопку. И он вам сейчас будет опять показывать состояние, в каком он сейчас находится. И вот пока он показывает, нам нужно будет ещё раз нажать кнопку. И сейчас он выполняет переход как раз в статичный формат. Проверяем. Вот опять он начал работать, значит, приёмник от него, так как он вернулся в статичный формат. Ну и пульт-анализатор тоже так же показывает. Покажу, как произвести те же самые манипуляции с одноканальным пультом. На пульте нам нужно нажать будет на кнопку четыре раза. Коротко. Раз, два, три, четыре. И пятый удерживаем. Она сейчас горит. Как только лампочка погаснет, мы кнопку отпускаем и ещё раз удерживаем. Видим, что лампочка сейчас моргает один раз в секунду. Это говорит нам о том, что пульт перешёл в режим воспроизведения статичного кода. Нам нужно будет подождать, пока лампочка полностью погаснет. Он выйдет из настроек. Проверяем. Пуду-анализатор нам показывает о том, что сейчас пульт работает в режиме воспроизведения статичного кода. Таким же образом его можно вернуть обратно в режим воспроизведения динамического кода. В таком же принципу. Нажимаем четыре раза коротко на кнопку. Раз, два, три, четыре, пятый удерживаем. Как только она погаснет, мы отпускаем кнопку и сразу же нажимаем. Видим две короткие вспышки. То есть два раза в секунду она моргает. Всё, пульт мы перевели обратно в динамический режим. Ждём, пока лампочка полностью погаснет. И проверяем. Проверяем. Динамик, формат. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...